О том, что человек на 70% состоит из воды, знают практически все. А вот из чего состоит сама вода, которую мы пьем каждый день, догадываются немногие. Во Всемирный день мониторинга качества воды мы решили выяснить, какая вода точно не навредит здоровью. Один из образцов – водопроводная вода. Конечно, от крана к крану ее качество может меняться. Зависит это по большей мере от состояния коммуникаций. Другой образец – артезианская вода из автоматов, которые появились на нескольких улицах Иваново. Это альтернатива водопроводной воде. Стоимость – несколько рублей за литр. И последний образец – питьевая, не минеральная бутилированная вода из магазина. Для человека, который потребляет воду, покупая ее или пользуясь наливая водопровода, для него важны те показатели, которые он сам может определить. Это визуально цветность, мутность, запах воды. А также очень беспокоят жителей нашего города и области показатели содержания железа. Как правило, это много железа в воде, которую мы потребляем. Проверить качество воды можно в испытательном центре химико-технологического университета. Однако услуга эта платная. Здесь могут определить содержание в воде тяжелых металлов, железа, а также уровень жесткости. Последний показатель напрямую связан с тем, что при кипячении на стенках чайника появляется накипь. Чтобы питьевая вода не стала причиной плохого самочувствия и различных болезней, необходимо внимательно следить за ее качеством. Надо бить во все колокола, чтобы вода, доходящая до потребителя, соответствовала требованиям стандартов. То есть это обязательства поставщика воды. Второе, применять методы очистки. Как, так сказать, есть бытовые методы очистки, типа фильтров барьер. Так и довольно уже предлагаются различными производителями промышленные фактические образцы. Как уверяют в университетском испытательном центре, домашние фильтры вкупе с кипячением могут даже самую грязную воду сделать вполне пригодной для употребления. Что же до результатов анализа наших образцов, то хуже всего показатели у водопроводной воды. Она, конечно, соответствует ГОСТам, но ее качество оставляет желать лучшего. Вода из автомата и бутилированная показали примерно одинаковые результаты. Магазинная вода лишь немногим лучше артезианской.